Паводки и наводнения Цивильску больше не страшны. Здесь дали в эксплуатацию вторую очередь защитных сооружений. Не только старожилы и не только Цивильска знают, что такое паводок. Года не проходило, чтобы наша съемочная группа вместе с комиссией по чрезвычайным ситуациям не выезжала на место стихийного бедствия. Ущерб от вешних вод был весьма ощутимым. Теперь половодье обуздали. Построены две защитные дамбы, три шлюза регулятора для пропуска талых вод, три передвижные насосные станции перекачки талых вод защищаемых территорий в период весеннего половодья. В сети электроснабжения. Подрядчик полностью завершил все строительные работы. По финансовой части, если взять, это огромные средства, почти 250-205 миллионов рублей. В том числе федеральный центр нам выделил 171 миллионов рублей. Поэтому органы власти решили, выделяя 205 миллионов рублей, сделать хорошее инженерное защитное сооружение. Я полагаю, что настроение у этих людей, социальное самоочиствие у этих людей, у этих жителей, у этих верующих граждан Российской Федерации будет, конечно, совсем другое. Вторая очередь защитных сооружений позволит полностью защитить население города Цивильска и деревню Три Избы от затопления в период паводка. Площадь защищаемой территории в результате реализации проекта составила 203 гектара. Напряжение, изменение жизненного уклада, бытовые трудности, связанные с половодьем, останутся теперь только в воспоминаниях местных жителей. Мы ждали, когда там бы построят. Когда еще я сама в интернате здесь училась, вместо монастыря в свое время у нас был монастырь. Вначале вот по резкам я училась, после, значит, нас сюда перевели, школьников. Вода поднималась, и мы очень радовались в этих сапогах своих резиновых ходили, ждали, когда вода поднимется. Нам, конечно, тогда очень хотелось, чтобы заливало здесь все. А со временем нам уже это не хотелось. А здесь улиц около монастыря всегда заливали. За монастырем люди на лодках катались, перебирались в город. Вот это мы... Нам, конечно, тоже интересно было смотреть, как они перебираются. Но мы далеко жили от монастыря. Нам было интересно смотреть. А им-то не совсем. А сейчас? Сейчас мы очень-очень рады. Большое спасибо за тамбу. Дамба придаст городу цивильскую инвестиционную привлекательность и позволит развиваться дальше.